Вот, собственно, дорогие друзья, я всегда рада и благодарю за предоставленную возможность поделиться радостными всякими известиями, радостными новостями, которые происходят, а также то радостное, что совсем может быть старое, но я узнала совсем недавно, ну или что-то накопленное, неважно. И вот это третья заключительная, я надеюсь, часть проекта «За планеты», потому что, на самом деле, у меня есть еще две темы, которые можно сделать и потом показать, и уже с этим хочется закончить. Вот, и как видите, мы начинаем не с самого начала, не с типового листа, потому что в прошлые два раза, в феврале или в марте я начинала, мы говорили о том, что такое «За планеты», как их детектируют, как их обнаруживают. Мы говорили о зоне обитаемости, это был первый раз, во второй раз мы поговорили о классификации планет, о внутреннем строении планет, о формировании экзопланетных систем и эволюции. И сегодня, я надеюсь, что я уложусь, и я планирую рассказать вот такие темы, немножечко пробежаться по зоопарку, какие бывают экзопланеты, поговорить об экзолунах, тут новости хорошие появились, поговорить о биотехномаркерах и о перспективах исследований, какие инструменты для этого планируются создать. Итак, я начинаю с самой первой экзопланетной системы, которая была обнаружена в 1992 году, собственно, новая история, все это в новейшую историю укладывается. И самая экзотическая экзопланетная система была обнаружена первой, потому что, в общем, очень понятный метод обнаружения по таймингу пульсара, да, если, мы знаем, что пульсары, радиопульсары, это самые точные часы во Вселенной, и если что-то вокруг него обращается, то это вносит какие-то там сбои, вот, очень точные эти часы, поэтому вот по этим сбоям очень легко можно обнаруживать нечто, находящееся там, где-то вокруг этой звезды. И вот, собственно, вот так вот называется этот радиопульсар, и поскольку это планеты, которые были обнаружены первыми, то им, например, уже даны имена собственные Брауна, Полтергейст, Фабитор, ну, в общем, конечно, такая очень экзотическая планетная система, такая практически Луна одна из них, и две супер-земли, то есть, ну, понятно, да, вот, если что-то совсем непонятно сразу, просто я как бы имею в виду, что я уже много чего рассказала и не буду повторяться, но если совсем что-то непонятно, то спрашивайте. Значит, это две супер-земли, и они обращаются на очень тесных орбитах вокруг этого кульсара, и, конечно, там мощнейшее излучение, которое, в общем, все там выжигает, но, тем не менее, сейчас существуют некоторые, разрабатываются некоторые модели, согласно которым, тем не менее, можно пытаться обнаруживать, или пытаться ожидать обнаружить жизнь даже на таких кульсарных планетах, кульсарные планеты, планеты, обращающиеся. В системе кульсара, если на ней есть, например, океан, где-то там в глубинах океана, который защищает от этого мощнейшего излучения, или если на нем, на планете есть толстая атмосфера, которая заодно разогревается вот этим вот излучением, поскольку нейтронные звезды в кульсаре, тем более, в видимом диапазоне там практически ничего не излучают, то вот это жесткое излучение может поглощаться атмосферой, и атмосфера может разогреваться, и вот то инфракрасное излучение, которое может вот для этого получаться, оно могло бы давать энергию для жизни каких-то там микроорганизмов, допустим, конечно, это ни о каком-то синтезе там речи не может быть, это хемосинтез, скорее всего. Ну и вот сейчас уже обнаружены, ну, по крайней мере, еще две кульсарные планеты, одна из них совершенно замечательная, тоже с именем собственного, Кусайю, потому что она считается на данный момент самой древней планетой, почти 13 миллиардов лет ей. Но ничего удивительного, потому что она обращается вокруг такой вот пары пульсара и белого карета, то есть понятно, что пульсар и белого карета – это остатки уже вот революционировавших звезд, поэтому все это очень, все эти системы, конечно, очень древние. Ну, замечательно, что Кусайю там после всех этих тартурбаций, связанных со взрывами и прочими эволюционными процессами на этой паре звезд, тем не менее он там сохранился. Ну, в самом деле, там может быть не совсем так, потому что одна из них идея есть, что около пульса планета образуется уже вторичным образом. Первый, который крутился на него и внушник, образуется. Да, тоже вариант. Вот как раз, да, и как раз, что касается первой планетной системы, там как раз вот этот вариант рассматривается. Ну, что касается Микусаила, вот именно он считается очень древним. И вот еще одна есть планета, еще одна вот такого вот пульсара, сверхземлян, у которой большое количество углерода ожидается, у мельсекундного пульсара. И, ну, хорошо, мы обнаружили такую очень экзотическую планетную систему, но, конечно, хотелось у нормальной звезды, главную последовательность, увидеть ту же планету. Поэтому я здесь вот радостно привожу единственный случай во всей презентации, когда у меня тут живые люди появляются. Ну, это, собственно, Мишель Майор и Дидье Кио, швейцарские ученые, которые в 1995 году открыли первую планету у нормальной звезды, и она похожа на Солнце, по своим характеристикам. У нее тоже есть в связи с этим, у этой планеты есть и мы собственные. Это Димидий, Ди, от слова 2, ну, по-первых, потому что она в два раза по массе меньше Юпитера, и в два раза больше по диаметру. И, собственно, вот обнаружение планеты у нормальной звезды сразу повернув всех в шок, потому что оказалось, что самая первая планета, обнаруженная у нормальной звезды, она совершенно не похожа на то, что в нашей Солнечной системе было. Это так называемый горячий Юпитер, то есть это газовый гигант, который находится на очень-очень близком расстоянии от своей звезды, год на нем длится 4 дня всего-навсего. Конечно, очень разогретые там до 1000 градусов верхние слои, и в связи с этим они раздуты, поэтому, собственно, и вот при массе по Юпитерианской для этого в два раза больше. Ну и, скорее всего, находится в приливном захвате, то есть повернута к звезде все время одной стороной. И вот, собственно, да, типичный горячий Юпитер, и с тех пор было обнаружено достаточно большое количество такого типа планет, и поначалу, поскольку их проще всего обнаружить имеющимися, особенно в начале имеющимися, методами с не очень большую чувствительностью тогда, в общем, этих горячих Юпитер было обнаружено достаточно много, и кто же их повергало в шок, как так, так много горячих Юпитеров, но просто тогда еще было сложно очень обнаруживать планеты подальше и поменьше, что стало происходить потом. И, в общем, мы поняли, что их на самом деле не так много, 1-2% всего общего числа из планет вот таких горячих Юпитеров. Они могут испаряться в связи с тем, что очень близко от звезды, и тут интересная история, связанная с тем, что в зависимости от массы, начиная там чуть меньше, чем полмассы Юпитера, может наступать такая ситуация, когда планета вообще испаряется просто, и просто атмосфера раздувается, а и более нижележащие слои тоже могут очень расширяться, когда недостаточно собственной массы ингредиционного притяжения этой планеты, и вот за планетой может тянуться такой шлейф, и если у нее там через окаменное ядро какой-то есть, там может остаться в конце таких предпостаточек в виде чего-то подобного Меркурии, очень-очень близко к звезде, но и такие планеты, конечно, могут и выпадать на свою звезду. И в связи с этим здесь можно упомянуть вот такую планету, ОСП-17Б, она тоже приближит к классу горячих Юпитеров, и она вот самая рыхлая на данный момент из обнаруженных экзопланет, и ее плотность составляет одну десятую плотности воды. Вот такой экстремальный случай. Ну и здесь же мы можем сказать о том, что у горячих Юпитеров есть возможность сейчас составлять температурные карты поверхности. И вот такая вот планета, вот это и составленная с помощью телескопа спица инфракрасного, составленная вот такая какая-то поверхность, и самое горячее пятно, которое мы здесь видим, оно удивительным образом оказалось не повернуто прямо на звезду, а сдвинуто. И это говорит, видимо, о том, что там дует постоянно действующий очень сильный ураган, который осуществляет термальный перенос. Ну, если дальше двигаться, какие бывают еще планеты, и где они находятся, вот, радусь в связи с тем, у самой ближайшей к нам звезды, у Кроксима Центада обнаружена планета. Мало того, она по своим массе и диаметру близка к Земле, ну, чуть побольше, там, нижний предел, что-то там 1,3, 1,4, может быть, даже сейчас уже какие-то такие оценки, да, ну, побольше, чем Земля, ну, не очень большая, то есть железнокаменная планета, скорее всего, больше того. Она еще и находится в зоне обитаемости этой звезды. Но причинная новость состоит в том, что звезда Поксима Центада, Китада, это красный карлик, и у красных карликов, к сожалению, у сквердный характер, это связано с размерной конверктивной зоной, и у красных карлики их характер характер характеризуется тем, что у них часто очень большая вспышечная активность. Ну, Солнце наше тоже имеет, все эти вспышки происходят, но вспышки на год Поксиме, Кентавра, Центавра, они там тысячи раз превосходят по мощности вспышки на Солнце, и, как всегда, нас интересует... Я бы что-то пропустила, да, как был Поксимик, я не заметила, что произошло. Да. Я увлечена рассказом. Вторая, ну, конечно. Вот. И, да, развивается меня, я бы разорвусь. А, вспышки начнут. Вспышки, да, мощные, да. Ну, и, как всегда, мы, конечно, радостно ищем возможности для жизни. И под зону обитаемости землеподобная планета, ну, хорошо, ну, вспышечная активность, ну, где-нибудь там в глубине, под поверхностью, может быть, куда-нибудь достает вот это излучение, вот этот солнечный ветер, вот этот вот фиолет, который выжигает, там, стерилизует какую-то жизнь, которая, возможно, могла пытаться поднять голову. Вот. Ну, вот, да. Так что, не знаю, идем с дальнейших сверхзем. Сверхземли, в общем, тоже было сюрпризом, потому что такого класса планет тоже нету в нашей Солнечной системе. Это, там, скажем, от трех-четырех масс Земли, от двух масс Земли и до, примерно, десяти. Здесь особенность этого класса планет в том, что их состав может быть очень разным. Они могут быть и землеподобные, то есть железокаменные планеты, в том числе и до десяти нас Земли, в принципе, может быть железокаменная планета. Но это также могут быть такие вот типа мини-Нептуны, где поверх каменного небольшого ядра может находиться очень большая ледяная мантия, и также газовые оболочки, большие, толстые, могут быть у таких планет. И такие планеты могут быть планетами-океанами. Мы говорили в прошлый раз про то, что в процессе эволюции планеты могут мигрировать с того места, где они образовались. И если такая планета, мини-Нептуна, подходит близко к своей звезде, то разогревается, и там на всей поверхности может образоваться океан, океан, в общем, воды. Как правило, потому что вода вообще такое самораспространенное вещество Вселенной, и, конечно, состав этих львов во многом водяной именно. И вот такая планета-океан, глубина до 100 километров по оценкам. Ну и сюда же надо привести пример такой планеты, вот такие вот названия. она тоже экстремальна по сравнению с той самой рыхлой планетой, в которой 0,1 грамма в сантиметр в кубе. Тут вот 10 грамм в сантиметр в кубе, то есть она тяжелее, плотнее стали. Ну вот такая вот, видимо, типа наша Меркурия, когда очень небольшое металлическое еду, но при этом она в 8 раз тяжелее Земли. Это можно не читать, чего там написано, это надо бы мне удалить, просто я забыла, но неважно. Вот не очень, как бы, новый, конечно, результат, но, в принципе, так, для понимания соотношения различных планет можно эту диаграмму привести, хотя она, конечно, устарела, и за это время мы становимся способными все больше открывать маленьких планет. Поэтому вот это вот, смотрите, это доля известных земель, сверхземель и нептунов, ну вот они тут разделили, хотя, в принципе, все это суперземли, но и вот здесь вот они еще разделили большие нептуны и газовые гиганты, ну, глядяные газовые гиганты, то есть мы видим, что гигантов мало, и земель, и сверхземель, их много, то есть, в общем-то, самые распространенные планеты. Что-то тут я еще хотела сказать. Не забыла. Ну, вот. Доля еще менее массивная, а не больше, 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 Да. Нам проще всего открывать большие планеты. Конечно, я и сказала, что эта доля будет еще больше расти. Вот. По поводу возможной архитектуры газопланетных систем. Вот. А, вот. Я вспомнила, что я хотела сказать. Это на этом слайде надо сказать. Значит, вот наша солнечная система, она такая образцово-показательная, и нельзя сказать, что она прям вот такая совершенно уникальная, да? Есть похожие газопланетные системы, но очень много в этой системе не похож. Почему наше образцово-показательное? Ну, вообще, как все это образуется, наверное, в двух словах знакомые просто, рядом со звездой в протопланетном диске Запылевом, когда у молодой звезды только начинают образовываться планеты, совсем рядом со звездой, конечно, ничего нет, излучение там все выдувает, то есть, совсем рядом со звездой ничего не образуется. Чуть дальше, поскольку газы выдуваются дальше, и все летучие вещества выдуваются дальше от звезды, здесь могут задержаться только более тяжелые вещества, И вот в ближайшей окрестности, ну не совсем в самой ближайшей, но как у нас, здесь образуются железокаменные планеты. Вот, собственно, наши четыре планеты земной группы замечательно себе тут и присутствуют. Дальше. Где-то в средней части планет Хлудиска, где больше всего вещества, а больше всего, конечно, водородные гелия, потому что их вообще больше всего. Из них образуются газовые гиганты. Вот наша прекрасная Юпитера Сатурн. Дальше за снеговой линией образуются ледяные гиганты, такие как Нептун и Уран. Уран и Нептун. Но бывают, как я уже сказала, совершенно другие системы, где рядом со звездой могут находиться какие-нибудь сверхземли. Горячие Юпитеры, там, Нептуны, все что угодно. И не всегда системы бывают устойчивые. При миграциях вообще все может быть в начале образования экзопланетных систем. Там вообще все движется. При миграциях большое количество планет-земарей и протопланет может выпадать на звезду, выбиваться прочь из системы и так далее. И в связи с этим надо вспомнить Кеплер-78b. У меня нет для него слайда, но я там расскажу упустимо про него. Это планета, по-моему, что-то раза два тяжелее Земли, железокаменная, которая находится настолько близко со своей звездой, что она является одним из рекордсменов по короткопериодичности. У нее год длится 8,5 часов, но она еще не самая рекордсменная, на самом деле. Ну и понятное дело, что там около двух тысяч градусов на поверхности или около или больше даже, поэтому силикатные базы, которые там находятся на поверхности, они, естественно, расслаблены, когда лавовая планета, лава течет по поверхности этой планеты. Ну, если планеты образуются у одиночных звезд, то нет никаких противопоказаний к тому, что у планеты образовывались и в дворих экранных звездных системах. Например, там у Кеплер-16b, он обращается вокруг системы из двух звезд, оранжевого и красного карлика, и вот орбита планеты. Ну, и здесь принцип такой. Либо планета обращается вокруг тесной звездной пары, если же звездная пара более широкая, то планета обращается к планеты. Вокруг одного из компонентов, как вот в данном случае, вот с такой планетой, которая открыта методом гравитационного линзирования, она обращается вокруг одного из компонентов, но иногда бывает, хотя есть, конечно, стабильные орбиты, вполне себе существуют, но иногда бывает, что звезды обмениваются своей планетой, и звезды с планетой могут перемещаться от одного компонента к другому. Вот моя любимая система ТРА-301. Это не двойная система, то есть звезда еженочная, но моя любимая система, сейчас я про нее расскажу. Всего в 40 световых годах от нас. Звезда Красный Карлик чуть больше нашего Юпитера. 7 планет обнаружено, земель или не земель. Большое содержание воды, ну, в виде льдов, видимо, но поскольку как минимум две, а может быть и три из них находятся, в зоне обитаемости, я напомню, что зона обитаемости – это та зона расстояния от звезды, где теоретически, там, при различных условиях, связанных с атмосферой планеты, температура на поверхности может быть от нуля до 100 градусов, то есть может существовать на поверхности живая лада. И эта система, она интересна тем, что вот она очень компактная, и планеты все находятся близко к звезде и близко друг к другу. И, исходя из того, ну, в общем, возраст звезд, ну, более-менее, состояние определить, и, ну, по оценкам, там, порядка 8 миллиардов лет. Этому Красному Карлику, а они вообще долго живут. Ну, и, судя по всему, система старая, и, несмотря на такие близкие расстояния между ними, тем не менее, система устойчива. Стали смотреть, а в чем же дело, почему они не сталкиваются, почему они не выпадают на звезду, не разрушаются и так далее. И выяснилось, что орбитальные периоды этих планет находятся в резонансе, то есть они соотносятся, как целые числа, 2 к 3, к 4, к 6, к 9, к 15, к 24. И... Там есть фантастическое небо. Да, у меня даже нет, даже футбол все сделалось. Наверное, полнебо, как у них планета одна. Да, 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 да. Возвращение. Вот. Ну, и, собственно, вот здесь вот в одном масштабе Юпитер с его четырьмя галилеевыми лунами, и вот система Трописто, Трописто-1, которая, ну, раза в три всего больше, чем система Юпитера. И система Трописто, вот она сюда помещается глубоко-глубоко внутрь орбиты Меркурия, если бы в нашей Солнечной системе мы бы ее поместили. И вот в Торонто, в Университете Торонто, есть два таких замечательных астрофизика, один из которых еще и совместительство музыкантов. И, собственно, видимо, музыканту, знаю, в первую голову пришла эта идея. Ну, я как музыкант, его очень хорошо понимаю, потому что когда некие частоты соотносятся как целые числа, сразу вспоминается музыка. То есть тот, кто знаком с музыкой, знает, что музыкальные тонны от гармоничной минуты, они тоже соотносятся как целые числа. И тогда это музыка. Тогда это гармонично. Вот, и они сделали такую... Сейчас я вам покажу, наконец. Я еще с первого раза обещала эту симуляцию показать. Я ее, наверное, сейчас покажу. Там будет звук. Вот колонки очень долго ждали этого момента и заснули. Поэтому я думаю, что сейчас мы ее включим. Она сначала не пойдет, они подумают, что там будет звук, и она не включится, потому что по-другому я их не умею. И я могу то же самое сделать, просто подпихать кнопочкой с компьютера, чтобы они проснули. Ну, могу подпихать, я не знаю, какой у них характер. Ну, я сейчас пока, да, объясняю. А я сделаю вот так, да. Да, значит, что они сделали? Вот, зажгусь. Прекрасно. Они в частоту обращения, в период обращения, в частоту обращения каждой планеты умножили в 212 миллионов раз. Я проверяла в правиле 212, с тем, чтобы воспроизведенная на звуковоспроизводящей аппаратуре эта частота стала доступна на человеческом уровне. И каждый раз, когда происходит транзит, звучит нота, соответствующая частоте обращения этой планеты. Когда планеты, две планеты находятся в соединении, раздается барабанный вид. Ну, и, собственно, гармония или ритм – это музыка. И вот эти два человека, описывая симуляцию, которую они сделали, они сказали, что мы были поражены тем, что эта планетная система звучит, как хорошая рок-банда, сыгранная, где все играют вместе. Ну, вот, попробуем. Да, и в конце там звучит тоже переведенный вслышанный звук. Активность звезды. А, наверное, надо с компьютера. Ну, сейчас играй. Ну, сейчас. Ну, сейчас. Ну, вот, попробуем. Ну, все, нормально. Ну, вот, попробуем. Ну, вот, попробуем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше было исследование, которое показало, что на расстояниях от 0,1 до 1 астрономической единицы у экзопланет и в нашей планетной системе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У Земли, я уже говорила, что в особый случай У Марса Купас и Деймос ério — это захваченные из феуса астероида бывшие астероида А вот начиная с зоны обитаемости, и дальше Зона обитаемости есть просто для постояги обитаемости думать Там орбиты спутников становятся более устойчивыми И есть несколько способов обнаружить экзолуны Один из них это тайминг транзита. Я напоминаю, что с помощью транзита очень хорошо обнаружены экзопланеты, когда планеты проходят по диску звезды, и блеск звезды на это время падает на маленькую долю. Что такое тайминг транзита? То есть по ровной регулярной орбите вокруг звезды движется центр масс планеты и ее спутника. Центр масс. Но если спутник достаточно массивен, то он будет точно так же георгационно влиять на свою планету, и планета будет то задерживаться, то быстрее приходить к моменту транзита. И вот это называется тайминг транзита. Вот таким образом можно обнаруживать экзолуны. Второй способ это, собственно, транзит, дополнительный транзит. Ну, опять же, это должна быть достаточно большая экзолуна. То есть когда мы смотрим и видим провал в резке звезды, соответствующий транзит у самой планеты, и перед ним или после него еще маленький провал в резке, который происходит за счет пересечения диска звезды спутником. Это на границе нашей чувствительности, но тем не менее, вот один пример у нас уже есть. Ну и третий способ это по гравитационному микроэнодированию, и тогда там соответствующий за Луне будет еще один дополнительный печок в этом вот графике блеска фонового объекта. Ну я надеюсь, вы знаете, что на каком микроэнодировании я рассказывала о микроэнодировании. И, в общем, до недавнего времени были какие-то такие вот очень сомнительные, скажем, кандидаты, как за Луны. Ну как вот это вот, например, мне нравится вот это название планеты. Замечательно совершенно. Но поскольку у этого объекта масса порядка 20, масса Юпитер, то есть, скорее всего, бурый карлик, поэтому мы не совсем планета. Вот, но он замечательен тем, что обладает огромной системой колец диаметром 90 миллионов километров, и в этой системе колец есть щели. И по расчетам в этих щелях находятся спутники, до 10 спутников, и массой самой тяжелой может быть, ну, почти с земли. Но, наконец, совсем недавно, буквально когда в октябре, 4 октября была публикация про Кеплер от 1625B. Значит, на самом деле, я помню, это было еще в 17-м году, первая публикация была, когда, по результатам Кеплера, это вот эти вот транзиты. Но, в общем, там группа, которая рассматривала эти транзиты, в общем, она публиковала это, но это было очень сомнительно. То есть, вот им не понравились эти транзиты, чем-то, то есть, это было как бы, ну, все очень не так, не точно, не точно. Но интересно, от нескольких до 10 масс Юпитера масса планеты, и спутник с массой порядка Нептуна. И, значит, эта группа запросила и получила время Хаббла, и Хаббл пронаблюдал один транзит. Вот он, вот 4 октября они это публиковали. В общем, похоже, что да, хотя группа опять так достаточно осторожно высказывается, что нужны еще дополнительные наблюдения, потому что всего один транзит. Но, тем не менее, и здесь, тем не менее, двумя способами два фактора говорят в пользу того, что это все-таки экзелона, потому что был и смещен транзит, то есть он, наверное, целых 78 минут начался раньше, чем ожидался. И вот здесь мы видим такой, в общем, достаточно явственный признак того, что там что-то за планетой проследовало по дисконтаменту или еще. Так что вот, ну, это хороший кандидат, но в... так, не написано, нет. По-моему, в мае 19-го года будет следующий транзит. Посмотрим. Ну, похоже, что все-таки у нас есть первая линза Луна. Так, про зону обитаемости мы с вами разговаривали. Биомаркеры. Вообще, все эти годы, когда я второй раз опунулась в астрофизику, вот эти вот, вот эти вот проблемы, я все равно никак не могу привыкнуть к тому, что серьезные ученые без конца разговаривают о возможности жизни на экзопланетах. Видимо, знаете, как это по... Первое впечатление самое яркое. Потому что когда там, в детстве, юности и ранней молодости, был мой первый заход в астрофизику, тогда я очень прочно усвоила, что какие экзопланеты вообще, какая жизнь, такая эрогинальная вообще сфера для философствования, скорее же. Тем не менее, сейчас меня очень радует, и тот факт, что действительно вполне всерьез, вполне глубоко эти исследования по поискам возможной жизни, по построению моделей, какая она может быть, где ее искать, как ее искать. И более того, все это происходит. И более того, специально посылаются аппараты на Марс, допустим, для того, чтобы искать возможную жизнь, бывшую или нынешнюю. Специально посылаются спутники для изучения спектров атмосфер планет и поиска биомаркеров. Разрабатываются целые методики обнаружения возможной жизни. Это все вполне всерьез. Дальше я расскажу там еще об одной-другой методике интересной. Так вот, где-то далеко экзопланета, мы вот здесь сидим в земле или там летаем в окрестностях, как мы можем, мы не видим сейчас детали поверхности планеты, какими способами мы можем делать какие-то рассуждения о том, есть там жизнь или нет. Можем. Вот биомаркеры. Биомаркеры – это вещества в атмосфере планеты, которые можно обнаружить с помощью спектрометрии, и которые могут свидетельствовать о наличии жизни. Ну, естественно, кислород. В том количестве, например, как у нас на Земле 21%, естественным образом столько кислорода быть большой вероятностью не может. Озон, естественно, да, как следствие, и озон вообще легче обнаруживать. Водяные пары, само собой же, вода как основа, как растворитель универсальный, и без которого жизнь, как мы ее знаем, не может существовать. Метан и углекислый газ как продукты жизнедеятельности простейших организмов, ну и не только простейших. Ну, что касается метана, например, он вообще очень легко разлагается ультрафиолетовым излучением. Если метан обнаруживается, то, в общем, это говорит о том, что есть какой-то источник постоянный, который возобновляет его. Ну, метан может иметь и абиогенное происхождение, например, вулканическое деятельность. Ну, поэтому ни один из этих биомаркеров не может один рассматриваться как признак наличия жизни. Ну, вот вся эта совокупность, плюс еще, значит, есть еще такие модели, которые говорят, что важно процентное соотношение, например, азот и кислорода, кислорода и метана. Вот они сдвигаются, когда есть жизнь, то эти процентные соотношения, они совсем другие, чем в безжизненном пространстве. Ну, и если планета по параметрам своим, по массе, по радиусу похожа на Землю и находится в зоне обитаемости, то, в общем, есть такие менее серьезных ученых, что, да, если мы это обнаружим, то, в общем, с большой вероятностью там есть жизнь. Эти биомаркеры, вот эти вот конкретно, они имеют отношение к жизни подобной земной. Вопрос, а может ли быть жизнь совсем другая, там, не знаю, не на углероде и воде, а там на кремнии и плавиковой кислоте, там еще на чем-то, на углеводородах как бы, на Титане, там. Да, и такие модели тоже всерьез рассматриваются, но сложно. Пока ни одного примера у нас нет, и с кремнием не очень хорошо получается, потому что углерод чем хорош? Он образует цепочки длинные, но при этом связи между атомами углерода, они не очень сильные, они могут распадаться, и благодаря этому вот это вот многообразие жизни, ДНК, вот эти все белки, вот эта вся основа нашей жизни, она получается. Кремний, там, он имеет гораздо более сильные связи между атомами, и все сложнее, даже при температуре и давлении. И, ну, вот как искать, я уже сказала, что это, нужно изучать спектры атмосферы экзопланет, как? Ну, если у нас планета находится в зоне обитаемости, то она теплая должна быть, да, то есть зона обитаемости, это вода жидкая, да, ну, примерно в 300 градусах, 300 кевриных, поэтому она прекрасно себе излучает в инфракрасе, можно это излучение непосредственно получать. Пока не очень получается, пока у нас есть прямые изображения инфракрасные только газовых гигантов, при этом молодых, очень больших, и на очень большом расстоянии, там, десятки астрономических единиц у своей молодой звезды. Но это все в перспективе. Когда планета ходит вокруг звезды, да, есть такие фазы, когда она очень хорошо, она повернута фактически к нам, ну, какой-то угол, там, 30-45 градусов, да, и она отражает большое количество светов своей звезды, вот этот отраженный свет нужно изучать. Можно изучать атмосферу на просвет. Опять же, нужна трансферная планета. Поэтому вот в Проксима кентавры не подходят. Когда планета движется по диску звезды, мы берем, изучаем спектр, а потом планета зашла за диск звезды, мы снимаем спектр чистой звезды, да, и, вычитая спектр звезды вместе с планетой, вычтая из него спектр звезды, мы получаем спектр атмосферы планеты замечательно. Ну, и понятно, что когда мы смотрим с земной поверхности, то все эти биомаркеры у нас присутствуют в нашей рабовой атмосфере, и чтобы они не мешали, надо смотреть из космоса. Ну, вот мы надеемся на Хабу в этом плане, и вот ТЭС, который уже заработал, но я про них еще два слова скажу, и они вот как раз, работая в паре, ну, плюс еще большие-большие телескопы наземные, которые тоже строятся, уже они в совместной работе смогут видеть атмосферы, спектры маленьких планет типа Земли и на зоне обитаемости, что важно. Да, мы ищем под фонарем, да, мы ищем похожую на земную жизнь, потому что мы, по крайней мере, знаем, что искать. И даже были, мы знаем, какие биомаркеры искать, а для какой-то другой жизни должны быть другие биомаркеры и будут знать, какие. И были даже такие модели, когда смотрели на Землю издалека и пытались в ней обнаружить биомаркеры, да, по этим методикам, да, они работают, да, в атмосфере Земли присутствуют вот эти биомаркеры, да, у нас в жизни. А техномаркеры, да, мы можем искать просто жизнь, а мы можем искать технологически развитую цивилизацию, которая тоже является жизнью. И техномаркеры – это какие-то сигналы, какие-то признаки того, что на планете существует цивилизация, которая преобразует свою планету. Ну, естественно, радиоизлучение прежде всего, но хотя это уже такая немножечко... Вот когда у нас земля, земная наша цивилизация вся ударилась в радиоизлучение, когда мы фонили там на всю галактику своим телевидением и прочими сигналами, то мы считали, что да, все высокоразвитые цивилизации, они тоже должны фонить, и мы их должны услышать. Но на самом деле постепенно все уходит в кабели, и как-то мы уже начинаем меньше фонить, и гораздо меньше в радиодиапазоне. Поэтому, в общем, видимо, на разных этапах развития цивилизации то, что цивилизация излучает, оно бывает очень разным, наверное. Наверное. Ну, хотя бы там военные, вот эти их там системы радиоакционные, наверное, они еще мощно фонят. Что еще? Ну, вот, например, мегаполис, как правило, это центр, где живет много людей, где какие-то производства, где утилизируется очень много энергии, и в мегаполисе температура может быть там 10 градусов теплее, чем в окружающем пространстве. Поэтому и тепловые аномалии на поверхности планеты, они тоже могут быть, могут быть. Конечно, это могут быть и вулканы, и что-то другое, но это может быть одним из признаков технологически развитой цивилизации. Когда мы сможем, а мы сможем, я надеюсь, ну, мы обязательно сможем, я поговорю об этом подробнее чуть позже, видеть детали поверхности планеты. Мы, возможно, обнаружим там какие-то мега-структуры, какие-то преобразованные детали на поверхности планеты, которые тоже являются техномаркерами. Загрязненная атмосфера, и чем она может быть загрязнена, мы хорошо знаем, так что эти вещества тоже можно искать в спектрах. Ну, и, конечно, мега-структуры в космосе, такие, как, например, сфера Дайсона. Когда цивилизация исчерпывает, ей не хватает уже тех природных ресурсов, которые она выкачивает из своей планеты, а энергии ей нужно все больше и больше, она начинает использовать свет своей звезды, там, уставить полупланеты солнечными батареями, этого тоже мало, и, видимо, уже площади не хватает, и эти солнечные батареи выносятся в космос, и звезда начинает покрываться вот такой вот сферой, ну, или какими-то частями этой сферы, возможно, они не обязательно совсем за западная сфера, там, какие-то полосы могут быть. И вот цивилизация кушает энергию своей звезды, ну, здесь вот такая показана очень такая глубная сфера Дайсона. Ну, и когда эта идея вообще возникла, кинулись смотреть, и обнаружили сразу многое, но потом, когда посмотрели повнимательнее, поняли, что это там у молодых звезд либо фотопланетный диск, либо это там, любое облако, либо это остаточный диск после уже образования. Ну, вот есть одна такая звезда, там, где тоже совершенно свежая такая, где-то, или два, меньше даже, наверное, все это случилось, когда переменность блеска звезды была совершенно неправильная, и вообще очень сложно было еще каким-то естественными причинами объяснить. Вот, тут все зашумели, такой хайп поднялся по этому поводу, но потом вышли публикации о том, что это все-таки, скорее всего, остаточный диск, и, в общем, сейчас как-то тихо еще не слышно нового, так что, видимо, все успокоились. Вот, ну и вот, сэклама Бердюгина с командой, сентябрьская публикация была в архиве, они предлагают использовать, но это, я так понимаю, вот это вот не их метод, это другой группы метод, который позволяет кортировать детали поверхности, экзопланет. Ну, детали двух метод сложные, я его рассказываю, я его просто не знаю, честно говоря, но в этот метод входят, в частности, такие параметры, как наличие, отсутствие облаков, какие-то сезонные вариации на поверхности планеты, колонии фотосинтезирующих организмов, потому что, ну, вот здесь вот параметры, связанные с отраженным светом, в том случае, если большие площади поверхности заняты хлорофилл, содержащими фотосинтезирующими растениями, то есть это такие характерные очень спектры, которые мы можем обнаруживать, пытаться. Значит, можно пытаться обнаруживать искусственные объекты, какие-то построенные, такие мегаструктуры на поверхности планет, и, конечно, материки и океаны, если они там присутствуют, потому что блеск, потому что кривая блеска, она будет совершенно другая, в случае, если мы смотрим отражение материка, свет или от океана. И вот этот метод, он предполагает построение карт поверхности у землеподобных экзопланет в зоне обитаемости. И когда мы наблюдаем планету, когда она находится в разных фазах по отношению к нам, мы видим ее по одним бокам, по другим, в разных фазах ее вращения вокруг звезды, и вокруг собственной оси, вот развертка этих кривых блеска в разных диапазонах спектра, она может позволить нам картировать детали поверхности. И вот на этом рисунке они, вот эта группа Бердюргиной, они смоделировали, как была бы видна с помощью этой методики Земля с расстояния Альфа-Центавра. Ну, мы понимаем, конечно, что при нынешнем, там, ближайшем состоянии наших инструментов это будут очень грубые карты, но, по крайней мере, мы видим, что здесь есть ледяная шапка на полюсе, что у нас здесь есть океаны, что у нас есть материки, и с помощью этого метода мы видим вот это вот себе, видимо, да, и вот это огромные массивы тайги, это можно, это можно обнаружить. И они предлагают для этого вот такой вот телескоп. Мы так постепенно сейчас двигаемся к перспективам исследований. Это уже писала в пункт этого выступления, которое было? Нет, да, да. Это сентябрьская была публикация, она как раз про это и рассказывала, вот про этот самый телескоп. Я забыла, сколько он стоит. Он какой-то очень дешевый, относительно, конечно, потому что миллиарды стоят большие, миллиарды долларов стоят большие телескопы, имеющие подобные характеристики. Они же предлагают, во-первых, вот такую очень интересную структуру, рефлектора, когда здесь 16 5-метровых зеркал выстроены вот так вот по диаметру. Но это совершенно новое, не было такого еще у нас, новая с оптическими телескопами. И более того, они там предлагают какой-то интересный метод создание каких-то чудо-непечатных, вот проинтегрированных, так написано, тонкие печатные зеркала, какая-то новая технология, которая очень удешевляет производство телескопа. И вот этот телескоп, он будет эквивалентен 25-метровому телескопу, и он один 3 в 1. Он и телескоп, и коронограф, и интерферометр, то есть у него масса преимуществ. Ну, в этой же статье у них еще есть вот такое предложение, но на самом деле это не их предложение, я уже давно это слышала, есть других источников тоже. Солнце можно использовать как гравитационную линзу. Ну вот они привозят очень интересные, очень интересные цифры. Я просто глазам своим не очень поверила, но я не кинулась это пересчитывать. Мы поверим, что-то, где-то, статья в архиве. 10 в 11? Да, 10 в 11, и усиление яркости на ближнем, как раз там, диапазоне. И вот такое вот замечательное угловое разрешение. Значит, что происходит? Если мы помещаем небольшой телескоп, а не большой, что по телескопе там, ну, метровом, мы помещаем его, значит, на одной прямой должны находиться экзопланета, Солнце и телескоп. Телескоп должен находиться на расстоянии сотен. Астрономических единиц от Солнца. Это сотни. Это 500, 600, 700 астрономических единиц. То есть в зависимости от расстояния, которое за планетой, будет разное расстояние, естественно. Вот на фокальной линии у коллекционной линзы нет фокуса. У него есть фокальная линия, потому что угол преломления лучей, которые проходят ближе и дальше. Солнце в данном случае, он разный. Но есть фокальная линия. И они говорят о том, что в этом случае экзопланета будет выглядеть вот в этой точке, правильно подробной, она будет выглядеть, как кольцо Эйнштейна. Но мы знаем, то есть это не микро-линзирование, а это сильное гравитационное линзирование, когда объект очень сильно искажается. И в данном случае, если мы точно выстраиваем эту одну линию, он будет прессовать перед нами в виде вот этого кольца. Ну, вы знаете, из Крест Эйнштейна, когда мы видим объект, преломленный в гравитационной линзе, как множественные объекты бывают, как, ну, в виде, наверное, улыбка такая, когда галактика или звезда вытягивается, ее изображение вытягивается в дугу или в кольцо. В данном случае это будет кольцо. И они говорят о том, что диаметр этого кольца, вот изображение этого кольца вот в этой точке будет порядка полутора километров. Двигаясь по этому кольцу, вот этот телескоп, будет пиксель за пиксельным фотографировано и совершенно фантастическое разрешение и яркость деталей поверхности мы будем видеть очень хорошо. Вот номер 10 на тимблокире. Если мы верим, то мы можем посмотреть. Ну, ладно, фантастикой полностью. Так, когда первый раз я это все дело рассказывала, мне задали вопрос про форму... Марина задала мне вопрос про форму Дрейка. Вот. Значит, я озаботилась этим вопросом, чтобы посмотреть его внимательнее. Ну, это известная история, когда в 61-м году Фэнда Дрейк написала вот такую вот формулу, которая определяет скорее наше незнание, чем наше знание. Это количество цивилизаций, которые в данный момент готовы вступить с нами в контакт. И дальше идет ряд саммножителей, большинство, подавляющие из которых меньше единицы. Первый саммножитель — это тема звезда образования. Второй саммножитель — это доля звезд, имеющих планеты. Третий саммножитель — это из этих планет доля, которые обладают условиями, благоприятными для жизни. Следующий саммножитель — из них доля планет, на которых зародилась жизнь, доля планет из них, на которых жизнь достигла разумной стадии, доля планет, где жизнь достигла технологической, цивилизация достигла технологической стадии и время жизни этой цивилизации. Значит, ну, что мы знаем? Мы знаем первые три, и мы знаем первые три саммножителя. Количество темп звезды образования в галактике, доля звезды, имеющих планеты и процент потенциально обитаемых планет. И произведение вот этих трех саммножителей дает одну штуку в год. Дальше выступает зона нашего полного неведения. Я тут, когда интересовалась, в общем, конечно, есть разные расчеты, которые придают значение различным вот этим параметрам. Но, в общем, честно говоря, это вилами по воде и гаданиями на кофейной куче. А, вы ведете, типа, солнца, один вольфин. Плюс-минус, маленький. Это уже вот на плоскости диска, где там особо ничего около не летает. Это должна быть почти что единица. Ничего, чего я не поняла. Ну, вероятность возведения разумной жизни должна практически единица. Учитывая, что, ну, вот такие взгляды, как примерность, у них одинаковые валюты, значит, там все должно быть примерно одинаково. Ну, мы вообще не знаем, как у нас жизнь на Земле зародилась. Ну, она же зародилась. Ну. Полночично. Ага, ну, тогда вероятность единицы, да? Ну, окей. На самом деле, мы не знаем. У нас единственный пример, и мы не знаем, как она здесь-то зародилась, да? И поэтому вероятность того, что она зародилась где-то еще, для нас она неизвестна вообще. Вот лет через 10-15, когда мы по спектрам экзопланет увидим биомаркеры, вот тогда мы уже четвертый сомножите в определении. В общем, меня потрясает, очень радует такой вот оптимизм у многих ученых, которые говорят, что да, да, вот мы... Ну, на самом деле, у нас, ну, еще и тот, как я понял, был, когда появились хорошие радиотелескопы и стали исследовать эти протопланетные диски, химики протопланетные диски, и там обнаруживали сейчас, конечно, что мы видим, огромное количество органических? Да, я сейчас просто про это не говорила, да, глицином, и аминокислотой, и, да, достаточно сложные до 13 атомов в молекуле достаточно сложные органические вещества, то есть органики во Вселенной очень много, но органика еще не значит жизнь. Так, то есть фактически, да, раньше, когда там Акварин свои эксперименты проводил, да, они пытались создать условия, похожие на условия первобутной земли, там, волнями, бельтоком, вот этот первобутный бульон, и они надеялись получить там, вот, собственно, кирпичики, из которых жизнь собиралась. Но кирпичики, такие вот самые простые кирпичики, то есть вот органические вещества, они просто во Вселенной летают в приличном количестве, то есть они могли попасть на Землю, и их не обязательно здесь было образовывать. Вот, значит, ну и сейчас я коротко скажу о том, какие у нас перспективы, связанные с инструментами. То есть мы поняли, чего мы ищем. Нам нужно, понятное дело, что мы продолжаем открывать новые экзопланетные системы, изучать, какие это системы, какая архитектура этих систем, параметры планет, масса, радиусы, есть ли там атмосфера, и так далее. Нам нужно набирать статистику, в том числе, и, то есть, открывать все новые и новые экзопланеты. Вот сейчас их порядка около 4 тысяч подтвержденных есть. И продолжаем этот процесс. Но нам нужно смотреть их детали поверхности, нам нужно смотреть биоматры, аспекты атмосфер, поэтому, ну, вот инструменты, которые кто-то уже не работает, кто-то еще продолжает, но хабы заканчивают, спектр работает. Кеплер вообще, ну, я не слышала, ну, он уже полукода назад был на последнем издыхании, и вроде же там последние сессии уже тоже закончились. Вот тест полетела. В прошлый раз я как раз рассказывала, что тест запускали. А вот сейчас тест не только первый свет дала, но уже и первые экзопланеты открыла, о которых я сейчас скажу два слова. Ну, конечно, такая вот наша надежда и боль Джеймс Рэббстер и стелескоп, который откладывали, откладывали, там, по-моему, первая дата пуска, чуть ли не 2009 год стояла. Ну, сейчас она уже переопложена и переопложена, и сейчас на март 2021 года. Но он придет на смену Хабблу, как Тесс пришла на смену Кеплера. И если у Хаббла зеркало было 2,4 метра, то Джеймс Рэббстер это 6,5 метров зеркало. Оно сегментированное, и оно будет раскрываться в космосе. Корот, по-моему, уже не работает. Он, ну, мы все знаем, что герой экзопланеты это Кеплер. Но вот Корот, Куро, значит, произносится, он европейский. Да, поэтому он Куро, а не Курот. Да, он вообще не был специально заточен под обнаружение экзопланет, но тем не менее, еще перед Кеплером он успел сорвать сливки, и там самые первые экзопланеты и он обнаружил вот этот Курот. Гая замечательно сейчас работает, которая занимается астрометрией. И Гая как раз будет использовать тот, я пока, честно говоря, не слышала, чтобы Гая открыла хотя бы одну экзопланету, но ожидается, потому что она будет использовать тот метод открытия экзопланет, который вообще самый первый пришел в голову людям, еще даже до пульсаров. но он пока еще никак не реализовывался. Это метод вот, собственно, астрометрии, потому что такие методы, как транзитный метод и метод лучевых скоростей, они ограничены положением орбиты планеты относительно нашего луча зрения. То есть, мы примерно вдоль орбиты должны смотреть, ну там, какой-то угол, но небольшой. если мы смотрим на орбиты в плане, то эти методы долго не работают. И вот как раз, а как раз для орбиты в плане к нашему лучшему зрению оппендикулярному, да, это самый лучший метод для астрометрии, поскольку звезда с планетой обращаются вокруг общего центра масс, и движение, гравитационное воздействие планеты, оно будет двигать по кругу саму звезду. Планету видеть сложно, это как у Гребещикова, как мне увидеть себя, когда прожектор прямо в лицо, то есть, звезда сияет очень ярко, планета к сравнению с ней. Ну, нам надо прикрывать звезду чем-то, это отдельная история, о которой я тоже в конце скажу, но звезду мы видим, и вот если мы наблюдаем на такое смещение положения звезды на небе, но это такие маленькие смещения, которые, тем не менее, как раз Гайя сейчас предположительно может обнаруживать, вот у нее тоже есть на небе. Ну, и, естественно, работают наземные инструменты большие, 8, 10, 12-метровые зеркала, вот обсерватория Керка замечательная, такой вот бинокулярный, с двумя, как бы, двуглазый такой, телескоп и другие, но эти уже работают, да, ну и вот, как бы, ТЭС в прошлый раз была в перспективах, а сейчас вот она уже работает себе вполне, она интересна тем, что у нее, как бы, как такового телескопа нет, у нее 4 камеры с сумасшедшими, большими, замечательными ТЭС-матрицами, вот, и она, ну, не сказать, что она прямо такой вот замечательный инструмент, она, в общем, не очень дорогой проект, и она сможет обнаруживать транзитные экзопланеты землеподобные у красных карликов, не у, хотелось бы, конечно, у солнцеподобных планет, и на расстоянии как наша Земля, ну, тест такого не может, к сожалению, она будет изучать ближайшие к нам звезды, например, наличие экзопланеты, самые яркие, и сотни тысяч она будет просматривать, вот, три уже открыла, и это вот, так, очень-то назвать на нее нету, ну, вот, собственно, про нее тут написано, это горячая сверхземля, в орбитальный период чуть больше шести дней, и вот есть надежда, что там есть атмосфера, и будут ее изучать большие наземные телескопы, и, конечно, Джеймс Лэгг, когда полетит, ну, вот, собственно, вот этот транзит этой планеты, которая сняла Тесс, и еще две снялся, она уже обналжена еще. Вот, значит, вот такие замечательные инструменты сейчас строятся, но это совершенно фантастические величине и красоте штуки, 40-метровый, 39-метровый, на самом деле, он сейчас вот эту пучку не убрали, и это был, значит, европейский ELT Extremely Large, чрезвычайно большой телескоп, вот, 40-метровый, в нашей замечательной нашей, ну, астрономической мельки на пустыне Атакама в 24-м году, вот здесь, вот, если их видно, вот это вот машинки стоят, да, для масштаба. 30-тилитровый телескоп, который тоже так называется, 30-тилитровый телескоп, вынагавая в 27-м году, 24,5 метра Гигалский Магелланов телескоп тоже мотоками будет стоять, значит, они все, он, диаметр, его зеркало будет сегментирован, как его этих всех тоже, естественно, что в этих больших телескопах, в том числе и у тех, которые уже сейчас работают, у них адаптивная оптика, что это значит? Это значит, что они могут нивелировать все эти пертурбации атмосферы, которые мешают наблюдать Земле космические объекты, значит, там принцип какой? Они выстреливают лазером верхние слои атмосферы нашей, там появляется звездочка, и сравнивая изображение этой звездочки искусственной с ее как бы эталонным видом, они делают модель тех поверх, которые на ее пути находятся, и она должна быть в области неба близко к изучаемому объекту. Ну, и несколько, около сотни, по-моему, раз в секунду идет измерение этих перпомбаций, и они вычитаются из изображения излучаемого объекта, и таким образом все эти паники атмосферные практически сводятся в том, к нему. И такие телескопы они в общем работают теперь не хуже космических телескопов. Ну, и космические телескопы, конечно, тоже. Вот в следующем году вот этот Хеопс, который будет изучать изопланеты таких как земли и сверхземли Нептуны и атмосферу горячих Юпитеров. Не очень большой, 32 сантиметра диаметра зеркала, и он интересен тем, что на нем на чипе будут, собственно, уже, по-моему, туда заложили в него детские рисунки, связанные с впечатлением детей о построении космоса. Ну, Джеймс Уэг, как я про него уже сказала, его проверяют, у него там какие-то неполадки обнаруживаются, ну, в общем, прямо не втерпешь, с одной стороны, с другой стороны, хочется, чтобы, когда он полетит, у него не было проблем, потому что, как Хаббл, у которого возникли проблемы уже после запуска там в космосе, к нему летали шатлы, и его ремонтируют там по образу, с этим будет сложнее, потому что, если я ничего не путаю, он будет находиться, по-моему, в точке локража, льва, да, туда-то просто не залетишь, это полтора миллиона километров. Дальше, вот этот вот плато, он интересен тем, что тоже, как бы, такого зеркала у него нет, а у него 36 камер и маленьких телескопчиков, и он тоже будет, это вообще, как мы видим по названию, да, это инструмент, заточенный по изучению этих планет. Младшестой год. Эрел, европейский, вот такое у него будет зеркало элитическое в двадцать восьмом году. Да, это такой замечательный инструмент с диаметром зеркала аж два до четыридесятых метра, и вот в середине двухтысячных годов он ожидается, его запуск, и он имеет коронограф, то есть использует метод коронографа, и спектры он будет изучать планет, и вот они там пишут, что даже получение непосредственных изображений поверхности экзопланет ожидается с помощью этого инструмента. Ну, конечно, надо упомянуть отечественный телескоп. Все сложно, там, в связи с поставками с немцами, с японцами, в общем, сотрудничаем мы здесь, ну, там еще итальянцы, кто-то и бразильцы, и китайцы теперь уже присоединились, что-то, значит, какие-то поставки были запрещены, деталей, уже нет, но тем не менее, что-то мы там пытаемся сами, что-то другие страны, ну, в общем, будем опять же держать кулачки и надеяться, что все получится. 24-й год, ультрафиолетовый телескоп, да, вот интересно, все там видимо инфракрасные основы, ультрафиолетовый, но он тоже как раз заточен под исследованием атмосферы экзопланет, и у него там ожидаются очень хорошие спектрографы целых три штуки. Ну, и вот я закончу таким красивым новиком, значит, как мне увидеть себя, когда прожектор прямо в лицо, значит, этот прожектор надо чем-то закрыть, ну, ну, собственно, это применение коронографа, да, мы закрываем ладушкой эту звездочку, чтобы увидеть вращающиеся планеты, чтобы звезда нам не ослепляла наши инструменты. Значит, непонятно, что с этим проектором американским сейчас, он должен запускаться в космос и работать вместе с космическим телескопом, находиться там на большом расстоянии в полу тысяч километров от этого телескопа, то есть там нужно очень точно их центрировать, но не очень понятно, как этот проект сейчас развивается, но если не конкретно этот, то я думаю, что все равно рано или поздно эта методика будет применяться обязательно, поэтому я вот этот мубик сейчас вам покажу. Тоже надо, Мариночка, ой, Маша. Маша, включи, пожалуйста, видео. Видео? Да, да. Красиво просто, просто красиво. лепесточки распускаются. вот, ослепляет звезда, поэтому ее нужно прикрыть, тогда планеты перед ним. Такие перспективы у нас. Здесь они еще будут показывать действующую модель, которую они построили, но это уже не так красиво, так что все, можно выключать. Ну, я бы посмотрела. Пожалуйста. Я кажется, он очень интересно будет. Ну, посмотрите. Больше можно китайцев туда посылать. Спасибо. Все. Продолжение следует...